Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами, как вы уже видите по теме нашей встречи, войдем в мир, противоположный тому, о котором мы говорили на прошлой нашей беседе. В мир русской святости, в мир русской духовной культуры, той культуры, которая шла не своими путями, а путями традиционными, путями исторической церкви, которую отвергали интеллигенции Серебряного века. Не вся, конечно, интеллигенция Серебряного века, но та, о которой мы говорили. И вот в ограде, яко в пустыне живой. То есть в ограде, в городе были такие люди, которые жили яко в пустыне, как в пустыне. Здесь имеется в виду, конечно же, то, что человек живет свободный от греха, свободный от всего того наносного, суетного, модного, которое царит, которое, по сути дела, кажется, что определяет атмосферу времени, а на самом деле это не так. И вот такие толпы, они, конечно же, были, были всегда. И они были в начале века. Не только болезненные поиски интеллигенции Серебряного века, не только эта духовная деформация личности определяла пути русской культуры, и именно духовной культуры, но и совсем другое тоже. И, собственно, наша с вами встреча и сегодняшняя, и последующая, она посвящена этой ветве. Потому что, собственно, почему мы начали с Серебряного века, с культуры Серебряного века? Просто, чтобы показать тот контекст, в котором светели светильники, противоположные по духу времени, противоположные по духу миру. И вот один из этих светильников, конечно же, уже сейчас всем известная святая мученица, великая здесь ошибка, не княжна, а княгиня Елизавета Федоровна. Потому что, если бы княжна, здесь имеется в виду то, что она не была замужем. Но, может быть, вот эта ошибка, написка на экране, она какая-то и имеет свой промыслительный смысл. Потому что, если забегая вперед, это красивейшая женщина, одна из первых красавиц Европы, некоторые считали, что первая красавица Европы, она действительно жила с своим мужем в целомудренном браке. И вот эта ошибка, она, назвав ее княжной, то есть указывая на ее девичество, показывает на ее внутреннюю суть. Ну, а потом, если чуть-чуть мы забежим вперед, может быть, вы это уже все и знаете, потому что сейчас как раз в Москву летом привозили мощи, частицу мощей великой княгини Елизаветы Федоровны. Может быть, вы все знаете, потом она принимает монашество. И монашество означает тоже целомудрие. Ну, теперь давайте мы с вами все-таки вернемся к самому началу пути этой удивительной женщины, княгине, монахине. Кто и что, откуда она происходила? Столб вот этого русского православия происходил из, собственно, княжества, отнюдь не русского, Гессен-Дармштадтского. Она была дочерью великого керцога Гессен-Дармштадтского, Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории. Королева английская Виктория очень любила своих внуков и была в постоянной переписке и непосредственной близости со своей внучкой Эллой. Элла так звали в семье будущую великую княгиню Елизавету Федоровну. Элла осталась без матери в 14 лет. И эта потеря, она повлияла, несомненно, на ее душу. Но и повлияла она еще в том смысле, что она стала как бы старшей в семье для младших. А семья была большая. И я вам напомню только то, что сестрой Эллы была будущая государинь-императрица Александра Федоровна Алекс. И Алекс, вот она как раз осталась совсем маленькой сиротой, 6-летней. И Элла ей пыталась заменить, насколько сестра может заменить мать. Принцесса Елизавета, Элла, она унаследовала от своей матери стремление к труду и помощь близким. И вы знаете, если подумать и вообще прочесть, как воспитывались принцессы в этом доме, так же, как и в царской семье, то это будет нам всем большим уроком. Потому что дети царских кровей за собой убирали. Были приучены к труду. Вели скромный образ жизни. И уже позже, когда Елизавета становится невестой великого князя Сергея Александровича с дома Романовых, уезжая в мощную Российскую империю, занимая блестящее положение, Элла пишет своей бабушке, королеве английской Виктории, что она хочет остаться такой же простой, скромной, как была ее мама. И чему учила ее мама. И вот здесь очень многое нам может проясниться из этого письма. И в характере будущей монахини, будущей подвижницы, мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. И в характере государыни-императрицы Александра Федоровны, которая воспитывала своих детей в скромности, послушании и труде. Кроме того, в этой семье была привита изначально высокая религиозность. Великая княгиня, будущая Великая княгиня Елизавета Федоровна, была названа в честь святой Елизаветы Тюрингенской, которая была католической святой и была прославлена католической церковью в XIII веке. Вот эта Елизавета Тюрингенская или Венгерская по отцу, она была одна из родоначальниц Гейсенского дома, которому принадлежала Елизавета. И жила во времена крестовых походов. Она отличалась глубоким благочестием и самоотверженной любовью к людям. Прижила много неприятностей от мужа именно за то, что щедро жертвовала на помощь страждущим. А после смерти мужа она проводила жизнь полную лишение, жизнь скитальческую, но до конца своей жизни осталась верна принципам милосердия. И вот образ этой святой с раннего детства запечатлелся в сердце Эллы Елизаветы. Она подражала ей. Мы любим Елизавету, потому что святая Елизавета была родоначальницей Гейсенского дома, так же, как и Саксонского. Это письмо написала принцесса Алиса, мать Елизаветы Эллы, своей матери, королеве Виктории, объясняя, почему, собственно, дается дочери имя Елизавета. Уже в православии Елизавета Федоровна оставила с собой свое имя, но избрала другую небесную покровительницу, святую праведную Елизавету, мать Иоанна Крестителя. После смерти матери Элла живет в доме, и, как я уже сказала, в своем доме отца она очень любит отца, очень предана семье, и она, по сути дела, заменяет мать. В 1881 году начинается ее выезд в свет, и она покоряет сердца многих и многих, и особенно ее руки просит будущий кайзер Германии Вильгельм. Но она отклоняет это предложение, так как выбирает себе мужья, сначала это, конечно, жених, Сергея, великого князя Сергея из дома Романовых. Великий князь Сергей Александрович перед вами на портрете. Был человеком необычным. О нем ходило множество всяких слухов, и именно эти слухи были связаны с его необычностью. Слухи порой грязные. Человек глубоко религиозный. Он был пятым сыном императора Александра II, и дядя он был будущего императора, государя императора Николая Александровича. Человек очень высококультурный. Любил чтение, музыку. И, как я уже сказала, глубоко религиозный. И вот вы видите, может быть, вы посмотрите на этот облик. Он, конечно, необычайно красив, Сергей Александрович. Но в нем вот сквозит определенная такая, даже здесь, как вы видите перед вами на экране, определенная сдержанность. Такая сдержанность, которая вот этот прямой стан, это твердое выражение лица, и несколько замкнутое выражение лица, оно как раз связано с этой внутренней сдержанностью великого князя Сергея Александровича. И эта внутренняя сдержанность, она воспринималась многими как холодность, надменность. Между прочим, то же самое было и с государыней Александрой Федоровной. Она, лишившаяся матери в 6 лет, эта маленькая сирота была застенчива от природы. И эта ее застенчивость многими уже при Петербургском дворе в России принималась за холод и сдержанность. Что-то подобное можно, по сути дела, проследить и с великим князем Сергеем Александровичем. Вот Елизавета Федоровна, она поняла эту натуру. Она его полюбила, и ни за кого другого она не хотела выходить замуж. И также здесь, наверное, сыграла большую роль религиозность Сергея Александровича. Та религиозность, которая была и у будущей великой княгини Елизаветы Федоровны, а тогда принцессы Элли. Но опять-таки религиозность была у нее, напоминаю, она была другого вероисповедания. И здесь, так же, как и в случае с государыней Александрой Федоровной и Николаем Александровичем, будет иметь место и развитие свой особый сюжет. Но пока было сделано предложение и Елизавете Федоровне, вернее, принцессе Элли, не надо было переходить в другую веру, потому что она выходила не за непосредственного правителя государства российского. А вот Александре Федоровне, нужно, предваряя нашу будущую передачу, сразу скажу, что нужно было менять веру, потому что по законам государыня-императрица должна была быть православной по закону Российской империи. В 1884 году, июнь 1884 года, происходит соединение этих двух людей. И как раз вот тогда, к этому периоду, относится удивительное письмо великой княгини Елизаветы Федоровны, где она пишет бабушке своей, «Моя дорогая бабушка, вы не найдете во мне никакой перемены в моем характере к худшему, так как я хочу быть простой в манерах и быть такой хорошей, какой желала бы меня видеть мама». Ваша любящая и благодарная внучка Элла. 1884 год, 24 мая. Непосредственно, уже незадолго, совсем до венчания. Елизавета Федоровна приезжает в Россию, и ее встречают так, как и потопает, встречать царственных невест. Я займу ваше внимание, мне кажется, это может быть очень интересно, как, собственно, происходило само одевание царственных венец перед венчанием. Рано утром, вот у вас как раз на экране, Елизавета Федоровна в венчальном наряде, рано утром принцессу Елизавету посадили перед зеркалом императрицы Анны Иоанновны. Придворный парикмахер делал ей локоны, и они спускались по плечам, и сама императрица Мария Федоровна, жена Александра Третьего, помогала ему, подавая шпильки, гребни, прикрепляя бриллиантовую диадему и великокняжескую маленькую корону. Бриллиантовая диадема, корона и ожерелье, и серьги соответствовали одно другим. Я скажу сразу, что все это было очень тяжелое, конечно, блестящее, драгоценное, но очень тяжелое. Они когда-то принадлежали императрице Екатерине Второй и надевались на каждую невесту великих князей дома Романовых. Серьги были до того тяжелые, что их надо было прикреплять специальной золотой проволокой к ушам невесты. Вы можете себе представить, что это такое. В туфлю вкладывали золотая монета на счастье. Императрица справила полное приданное невесте, и ей надо приходилось выбирать себе свадебное платье. Венчальный наряд был сделан из удивительной царственной парчи в русском стиле, с большим декольте и длинными разрезными рукавами. И, собственно, он был сделан под сарафан. Под конец на невесту одевали уже бордо-мантию со шлейфом, отороченную кроностаевым мехом. Елизавета Федоровна была ослепительна в этом наряде. В церкви Большого дворца состоялось венчание по православному обряду. А после него уже по протестантскому в одной из гостиных дворца принцесса Елизавета, принцесса Элла, относилась к протестантскому вероисповеданию. Дальше начинается счастливая и безоблачная жизнь молодой четы. Перед вами на экране имение великого князя Сергея Александровича Ильинская. И надо сказать, что это имение было устроено так, как поместье, конечно, богатых, но все-таки помещиков. Здесь была определенная, опять-таки, скромность великого князя. Это поместье, это имение Ильинское под Москвой, оно отнюдь не было дворцом. Это действительно со станции Одинцова, по белорусской, ныне железной дороге эта станция находится, ехали на тройках в имение Ильинское. И открывался вид совершенно такой вот русской помещичьей усадьбы. В имение Ильинском очень любили приезжать друзья. Елизавета Федоровна, великий князь, например, Константин Константинович посвятил ей стихотворение, которое было написано именно в Ильинском. Ильинское все было пропитано вот этим духом двух людей. И надо сказать, что Елизавета Федоровна уже тогда, она не то что проявляла, она оставалась верной тем принципам милосердия, которые были привиты в ее семье. Она посещала деревню и смотрела, как жили крестьяне. И интересно еще и то, что восприемниками на крестинах в деревне крестьян были Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. Чета и Великокняжеская. Что тоже удивительно. 6 июля 1884 года. Письмо брату из Ильинского Елизаветы Федоровны. Дорогой мальчик, здесь нет холмов, но мы занимаемся греблей, получаем большое удовольствие. Я изучаю русский язык и каждый день беру уроки по полтора часа. Это очень интересно, так как я начинаю понимать уже много слов, когда говорят другие. Сергей и я долго гуляли по полям и собрали много цветков, главным образом васильков. Сергей нашел спрятанное под травой гнездо с четырьмя хорошенькими маленькими птичками. Там повсюду очень много клубники, но она еще не совсем зрелая. Я думаю, что здесь идет речь о русской землянике. Вот так Елизавета Федоровна начинает входить в русскую жизнь. И эта жизнь, знакомство с Россией начинается, как вы видите, не только с дворца. Но едут-то после венчания молодая чета в это Ильинское, которое связано именно с русским простором, с русским пейзажем, с русской жизнью и с русским народом, который действительно узнает Елизавета Федоровна, непосредственно узнает. Что происходит далее? Ну, я вам говорила, что Елизавета Федоровна была признана одной из красивейших женщин. Некоторые считали ее первой красавицей Европы. И сохранилось множество свидетельств об этом. Елизавета Федоровна, несомненно, блистала на балах, потому что они по роду службы Сергея, великого князя Сергея Александровича, не могли жить все время в Ильинском. Там был их отдых. Сергей Александрович был военным. Его был полк в Красном селе. Они должны были возвращаться. И, кроме того, у Сергея Александровича было много других обязанностей. Елизавета Федоровна, конечно, блистала. Но в ней было что-то такое, что ее и тогда выделяло из общей атмосферы. Ее красота была удивительная, но она была неземная красота. И как раз об этом и пишет великий князь Константин Константинович, который запечатлел ее облик. Тогда, когда еще полный расцвет жизни, любви и счастья, вот это неземное что-то удивительное было в ней. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты, тиха, чиста и совершенна. Как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой, Твою незапятная чистоту и всякий, увидав тебя, прославит Бога, составшего такую красоту. Ну, представьте себе, действительно, что это было. Но Елизавета Федоровна не была фотогеничной. И поэтому те фотографии, на которых она сохранилась, они действительно передают облик очень красивой женщины. Но мы, наверное, не можем себе представить, насколько вот это неземное сияние не могло быть передано через фотоаппарат. Сергей Александрович был человеком, как я говорила, уже глубоко религиозным. И когда великокняжеская чета после венчания ехала в Ильинск, они оказались, естественно, в Москве, потому что Ильинская под Москвой. И Сергей Александрович, он посещал церкви, присутствовал на богослужениях, прикладывался к иконам. И вот уже тогда Елизавета Федоровна почувствовала, что есть тайна, великая тайна в православии. И эта тайна, несмотря на эту глубокую любовь между двумя супругами, она будет отделять Сергея Александровича и ее. Она видела, как он прикладывался к священным изображениям. И она пишет своей бабушке такое письмо. Конечно, там были священные изображения в церкви. Но когда Сергей становился на колени и прикладывался к ним, я делала очень низкие реверансы так, чтобы не очень шокировать людей. И я не думаю, что я зашла этим слишком далеко. Но вы можете себе представить, что, наверное, действительно она не шокировала людей. Но это было, конечно, очень нелепо, когда в русской православной церкви делается реверанс перед иконами. Вместе с тем в этой нелепости было очень много трогательного. В 1884 году произошло их венчание. И несколько позже, в 1880, имеете в виду после венчания, Сергею Александровичу было поручено ехать в Иерусалим на открытие, где было основано православное палестинское общество, для того, чтобы присутствовать на освящении храма Марии Магдалины. Вот это событие было совершенно знаменательное для Елизаветы Фёдоровны. Она была с Сергеем в Иерусалиме в 1888 году. И когда она увидела, конечно, гроб Господень, и когда она оказалась в Святой Земле, она просила Господа, чтобы он ей открыл свою волю, принимать ей православие или не принимать. Потому что она, собственно, хотела принимать это православие, но боялась сделать больно своему отцу, которого очень любила и который воспитывал её протестантскому платью. Паломничество Великой Княжеской Четы в Палестине, оно началось с города Назарета, место благовещения при благословенной Деве Марии. Потом они посетили Фавор, где Господь Иисус Христос преобразился перед своими учениками. И всё это, конечно, имело глубочайшее значение для Елизаветы Фёдоровны. Храм Святой Марии Магдалины, он, собственно, место их паломничества, был построен в Гевсиманском саду у подножия Елеонской коры. С золочёными куполами, величественной, он представлял изумительное по красоте зрелище. Его называли русской свечой. Колокольня, которая выселась, называлась русской свечой. И вот здесь происходит тоже удивительное. Увидев всё это, Елизавета Фёдоровна сказала, как бы я хотела быть похоронена здесь. Елизавета Фёдоровна похоронена, останки её покоятся ведь именно здесь, в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. Встреча со Святой Землёй была для Елизаветы Фёдоровны решающей. И в её душе однозначно твёрдо созрело решение писать отцу о том, что она, извещать его о том, что она принимает православие. И надо сказать, что отец на это ответил не сразу. И не сразу он её понял. Но Елизавета Фёдоровна, если принимала уже какое-то решение, то она к нему шла. Это касалось в дальнейшем и оснований Марфы Мариинской обители, и её посещения хитрого рынка, места страшного. Её могли и отговаривать, и всё. Но если она принимала решение что-либо делать, она уже к этому шла до конца. Таким образом, постепенно подготавливая отца, она старается и осуществить, провести своё решение в жизни. И это происходит. Елизавета Фёдоровна принимает православие. Вот как раз перед вами, Елизавета Фёдоровна, именно того периода. Посмотрите, действительно, здесь наряду с женственностью и такой нежностью, твёрдость осанки, и которая свидетельствует о твёрдости характера. Елизавета Фёдоровна принимает православие. И потом она, в собственном моменте уже своего решения, она узнаёт о том, как страдал её муж, князь, великий князь Сергей Александрович, когда, по сути дела, вот она их разделяла, разное вероисповедание. Но он это деликатно постарался не показывать. И молча страдал. Какое было счастье для него, духовное счастье, когда он узнал, что его жена хочет принять православие, хочет на Пасху причаститься вместе с ним. Александр III благословил свою невестку иконой нерукотворного спаса при переходе её в православие. И эту икону Елизавета Фёдоровна, этот образ очень почитала, и икону хранила. Потом неизвестно, какая была при ней икона уже до последних её дней. Может быть, это была икона, образ нерукотворного спаса. 1891 год. Сергей Александрович назначается генерал-губернатором города Москвы. Вот это событие, как вы знаете, принесло совершенно иное жизнь Елизаветы Фёдоровны. И два облика этих женщин, они и похожи, и не похожи. Конечно же, здесь происходит много событий до убийства великого князя Сергея Александровича. В 1894 году кончина, неожиданная, внезапная кончина Александра Третьего. Весна 1896 года, коронация государя Николая Александровича и Александра Фёдоровны. Елизавета Фёдоровна, как хозяйка Москвы, так как её муж генерал-губернатор, очень волнуется, как всё пройдёт. И вы помните, что омрачилось это событие катастрофой на Хадынском поле. Июль 1903 года. Причисление к лику святых преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Елизавета Фёдоровна присутствует на торжествах её. Ещё раз она увидит тот русский православный народ, память о котором она сохраняет всегда в своём сердце, даже тогда, когда её сбрасывают в шахту. Но это уже самые напряжённые предреволюционные годы. Начинается 1904 год. Война с Апонией. В воздухе, по сути дела, это веяние революции, ощущается всё ясвеннее и ясвеннее. Елизавета Фёдоровна, когда начинается война с Апонией, помогает великому князю Сергею Александровичу и организует ещё и непосредственно своё дело, дело милосердия. Она организует мастерскую, где работают женщины в помощь фронту. И её помнит то, какое она была в этой мастерской, одетая в простое бледно-серое или бледно-голубое платье с маленькой шляпой на голове. И помнили многие эти правильные её черты, ласковую улыбку, когда она ходила по рядам работающих женщин. Великая княгиня сформировала прекрасно экипированных санитарных поездов. Она построила на берегу Чёрного моря у Новороссийска санаторий для раненых в русско-японской войне. Её деятельность поистине не знала каких-то ограничений и в её силах и нырки. А тем временем террористические организации делали своё дело. И уже в 1901 году была организована террористическая организация, которая ставила своей целью путём убийств этих революций. Это была фракция СССР, социалистов-революционеров. И один из главарей был Гершуни. И после его ареста деятельное участие там стал принимать в этом боре Савенков при поддержке Азефа, который играл двойную роль. Он был агентом и тайной секретной полиции, и лидером террористов. Савенков убивал не своими руками, а он использовал людей, которые наёмных убийц. Эти несчастные люди, обработанные Савенковым, они становились, по сути дела, как люди зомбированные. И среди них был Каляев. Тот самый Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича. Он погиб в то время, когда Савенков скрылся за границей. Уже гораздо позже в книге «Воспоминания» в книге «Великий князь Александр Михайлович» приводит слова Савенкова. Он оправдывал себя, почему он сам лично не совершил убийство великого князя Сергея Александровича. Я убил бы великого князя собственными руками, но я заметил, что с ним в экипаже сидят двое детей. Это двое детей были племянники великого князя Елизаветы Федоровны, Дмитрия и Мария от Павла Александровича. Племянники, которые они воспитывали как родных своих детей. Эта история произвела впечатление на присутствующих. Но факт остался фактом, что убил, бросил бомбу в Сергея Александровича Каляев. Было предупреждение не раз Сергею Александровичу о том, что на него готовится покушение. И Елизавету Федоровну тоже предупреждали и говорили о том, чтобы она не ездила с Сергеем Александровичем, потому что ее супругу уграждает опасность, и он записан в черный список жертв революционеров. Чита переехал в дворец Нескучный, который охранялся солдатами. И однажды ночью по тревоге из этого Нескучного в экипаже с задернутыми шторами они вынуждены были приехать в Николаевский дворец под защиту кремлевских стен. Из Николаевского дворца Сергей Александрович как раз и выехал, чтобы принять свою кончину. Это произошло 18 февраля 1905 года. Сергей Александрович отъехал из дома, из Николаевского дворца, и очень скоро раздался сильный взрыв. Тот взрыв, который потряс всю жизнь Елизаветы Федоровны. Здание дворца и всю жизнь. Сразу трудно было понять, что произошло, но одна Елизавета Федоровна это почувствовала. У ворот стояли уже готовые сани. И они, эти готовые сани, вот туда как раз Елизавета Федоровна прыгнула, и оказалась она на площади. Сани экипаж проехали в чудовый монастырь, выехали на площадь, Каляев бросил в этот момент бомбу на Сергея Александровича. Она ударилась в его грудь и разорвала его на части. Только лицо осталось целым. А у бельца Каляев был слегка ранен, и он успел выкрикнуть долу царя, да здравствует революция. Елизавета Федоровна подъехала к месту взрыва, и там начала собираться толпа, ничего еще не понимая. И вот великая княгиня раньше уже подолгу своей работы посещала госпитали и видела кровь и изуродованные тела, но то, что открылось ее взору, превосходило всякое человеческое воображение, потому что от мужа практически ничего не осталось. Куски тела, костей было раскинуто не только по площади. Сердце Сергея Александровича нашли на крыше одного из домов. Уже тогда, когда были перед похоронами, люди приносили останки мужа, которые находили в разных частях площади и разных частях уже даже, можно сказать, и Москвы. И вот Елизавета Федоровна молча, без крик, без слез, склонилась над останками своего супруга. И мало того, что она все это видела, она сама собирала его части тела. Говорила при этом, она думала, вернее, только об одном, скорее, скорее, Сергей так ненавидел беспорядок и кровь. Когда собрали все, что осталось у Сергея Александровича, то образовался небольшой только бугорок под шинелью. Когда это все было закончено, Елизавета Федоровна пошла пешком за останками мужа. В руке она крепко зажала иконки, которые Сергей Александрович всегда носил на цепочке на шее. Она подобрала их рядом с кусками его тела. В это время раздались мертвые погребальные удары, чудо у монастыря. Только тогда, по сути дела, толпа начала понимать, что произошло. И дальше Елизавета Федоровна не отходила, все заупокойные службы от останков мужа. Постоянно молилась. Когда она прибыла к себе домой, непосредственно после случившегося, она, конечно, не могла не есть ничего. С этого момента она не могла есть мясо. Потому что, может быть, это ей напоминало то, что она увидела. И здесь я хочу остановить ваше внимание на одном удивительном событии, которое Елизавета Федоровна считала, что это надо сделать. Моляясь перед телом мужа, она почувствовала, что Сергей хочет, чтобы она посетила его убийцу, Каляева. Она попросила встретиться с ним. И эта встреча произошла. «Я не хотел убить вас», — сказал он. «Я видела его несколько раз в то время, когда я имел бомбу на готове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. «И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним?» — ответила она. И далее она сказала, что она принесла ему прощение от Сергея Александровича. И, по сути дела, и от себя. И она просила его только покаяться, это держало в руках Святой Евангелие. «Если вы покаетесь, я попрошу императора вас помиловать. Я буду молить Господа, чтобы он простил вас, а я уже вас простила». Каляев отказался это сделать. Единственное, что, как было известно, что это Евангелие, которое она ему принесла, он потом попросил у тюремчика это Евангелие, вернее, тюремчик видел, как он это Евангелие, к нему обратился, и доложил об этом Елизавете Федоровне. Вот это и обрадовало ее, и тогда у нее появилось в эти страшные дни на лице что-то напоминающее улыбку. На похоронах Сергея Александровича она вела себя очень мужественно, и были в этот день отпущены бесплатные обеды бедняка в городе Москвы в помин дожи усопшего. Сергея Александровича похоронили в чудо-монастыре в Кремле, и там ежедневно в течение 40 дней совершалась заупокойная литургия. И здесь, в чудо-монастыре, Елизавета Федоровна почувствовала удивительную духовную помощь от мощей святителя Алексея, митрополита Московского, и которого она стала очень-очень потом почитать. Она носила крестик, серебряный крестик, сложен туда частицы мощей святого Алексея. И этот крестик, как и другие вещи святой мученицы, после ее убийства был привезен в храм Марии Магдалины в Кефсимане, в Иерусалиме. Но до этого еще все-таки далеко, а пока там, в чудо-монастыре, Елизавета Федоровна чувствует, что вот этот ее траур, он не только меняет ее жизнь, но она хочет посвятить свою жизнь Богу. В той Москве, где когда-то была счастлива, где когда-то она была вместе с мужем, она хочет принять монашество. Все это происходит постепенно, не сразу, но решение было, и она стала его осуществлять. Вот у вас перед вами на экране великая княгиня Елизавета Федоровна у ворот своей Марфо-Мариинской обители. Той Марфо-Мариинской обители, которая на Орденке в Замоскворечье. Елизавета Федоровна со своей сестрой, а вот сама Марфо-Мариинская обитель, которую Елизавета Федоровна основала и очень долго думала над ее уставом, потому что он был несколько необычный относительно русских монастырей. Елизавета Федоровна по своему воспитанию, по своим связям с сестрой и с Европой, она была все-таки человеком, я говорю, все-таки, в том смысле, что у нее была деятельная жажда социального такого милосердия. И она хотела основать обитель, ту, в которой молитва сочетается с делом. Отсюда название Марфо-Мариинская обитель. Марфо-Мариинская обитель в честь Марфы и Марии. И особенно это значимо тогда, когда начинается война. Тогда, когда вот перед вами на экране государь-император посещает Марфо-Мариинскую обитель, его встречает, вы видите, и сестры обители, вот перед вами государь-император. И тогда, когда России нужно и молитва, и дело. И как раз обитель Марфо-Мариинская направлена на то, чтобы и молиться, и приносить пользу ближним. Конкретную, реальную, значимую пользу ближним, которая нужна страждущему Отечеству. Елизавета Федоровна думает об уставе, как я говорила уже. Думает о том, какой она должна быть, эта обитель. И помогает ей в этом будущий духовник обители отец Митрофан Серебрянский. Личность совершенно удивительная, необычная, которая тоже, как Елизавета Федоровна, причислен сейчас уже к леку святых. Вот на этом мы пока простимся с вами, с великой княгиней Елизаветой Федоровной. И в следующий раз расскажем о том, как, какая судьба ждет Марфо-Мариинскую обитель, и как заканчивается жизнь этой удивительной женщины. Всего доброго. До следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова